Овощи я покупаю на рынке, без всяких кульков, без всего, потому что, как многие, наверное, знают, кульки у нас не перерабатываются. Вот, допустим, в пекарне я купила круассаны в свой тканевый мешок. Тканевый мешок можно использовать просто миллион раз. Но вот это морковь, то есть грязные овощи тоже куплены в свой мешочек. Банка от чая. Ее я использую и для покупки чая, и для покупки конфет, и для всего, чего угодно. Zero waste или жизнь без отходов. Никаких одноразовых предметов, пластиковых стаканчиков или пакетов, необдуманных покупок или ненужных вещей. Отказ от бездумного потребления, ответственность за каждую покупку. Этих принципов Кондратьевы придерживаются последние несколько лет. Из всего, что я купила сегодня, единственное, что у нас пойдет на свалку, это вот, собственно, кошачий корм, но мы вынуждены его покупать, потому что у нас кот питается ветеринарным кормом. Вот, и он идет в пластиковой вот такой упаковке. К сожалению, в Перми она не перерабатывается. Ресурсы планеты не безграничны. Европа и Соединенные Штаты последние десятилетия практикуют сбор раздельного мусора и его переработку. А значит, вторичное использование. У нас же отходы в основном оказываются на свалке, поэтому обречены разлагаться в земле, выделять токсины и загрязнять среду. Слишком большая роскошь даже и для страны с богатыми резервами. В октябре прошлого года мы избавились от мусорного ведра, потому что смогли сократить объем отходов и поняли, что, в принципе, мусорное ведро нам теперь не нужно, а можно вот просто поставить на холодильник вот такую вот трехлитровую банку и кидать туда отходы. То есть это весь наш свалочный мусор. Это все, что мы отправляем на свалку. Ну, собственно, вот такая банка у нас где-то образуется за месяц. Правда, одной банкой мусор все-таки не ограничивается. В коридоре квартиры контейнер для его раздельного сбора. У многих, когда говорят про раздельный сбор мусора, есть предубеждение, что это все некрасиво, неэстетично, что будет на кухне стоять там куча контейнеров или, хуже того, какие-нибудь пакеты. Но вот сейчас уже есть куча всяких разных решений, как сделать это красиво и как все это вписать в интерьер. Ну, в частности, вот мы года три, наверное, назад купили вот такие вот контейнеры. Значит, что мы разделяем? Это пластик. Вот. Потом что мы еще перерабатываем, сдаем на переработку? Ну, вот у нас кошки и собаки очень много производят вот таких отходов. То есть это жесть, консервные банки или алюминиевые банки. Вот это тоже мы сдаем на переработку. Вот. В третьем ящике у нас макулатура. И четвертый ящик у нас для бутылок. Компостер у нас появился в летом прошлого года. Здесь переработка, утилизация пищевых отходов устроена как? В компостере живут черви, они едят отходы и вырабатывают биогумус. Даже зубную пасту и освежитель воздуха Аня готовит сама. Упаковка того, что продается в магазине, опять-таки у нас не перерабатывается. Но Zero Waste – это не про то, как ограничить комфорт, а как сделать его экологически вменяемым. Ну вот, собственно, брак номер один любого экологически ответственного человека – это одноразовые вещи. Ну и вот, собственно, в этом комоде у нас собраны все многоразовые альтернативы. Ну, в частности, вот вместо бутилированной воды в одноразовых бутылках можно просто завести себе вот такую многоразовую бутылку. Сейчас вот очень распространено кофе на вынос, и карты раз люди покупают одноразовые стаканчики. Ну вот, вместо этого можно использовать, допустим, такую вот многоразовую кружку. Фасовочные кульки, которые все используют в огромных количествах, вот их альтернатива – это вот такие вот тканевые мешочки. Потом вместо всяких разных одноразовых контейнеров, ну, допустим, для покупки десертов, пирожных и так далее, у нас вот такой вот многоразовый контейнер. Аня и Константин – вегетарианцы. С профессиями их образ жизни никак не связан. Он – инженер, она – переводчик. Наши герои – пример благополучной пары. Счастьем, которого у них на двоих с избытком, можно делиться. Во всяком случае, они поступают именно так. В квартире, кроме мужа и жены, живут два кота и пес. Одну из кошек и собак у супруги забрали из приюта. Аня в свободное от работы время занимается эко-просвещением, выступает с лекциями и ведет сообщество Zero Waste в соцсетях. Найти ее можно по нику Тики Тави – маленький герой каменных джунглей против его яда. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова